Делегация научно-технического центра «Газпромнефть» посетила Казанский федеральный университет. Они ознакомились с новыми решениями и направлениями. Отдельно хотел бы отметить новую инициативу. Это научно-образовательный центр, созданный между «Газпромнефтью» и Казанским федеральным университетом. В этом смысле мы как компания развиваем сеть таких центров. Уже более 250 ребят, заканчивая свое обучение академическое, начинают вовлекаться и уже готовиться к своей следующей ступени – карьерной переходу в отрасль. Напомним, в октябре 2021 года университеты компании заключили долгосрочный договор о реализации научно-исследовательской деятельности. В рамках него компания может гибко и быстро запускать проекты совместно с университетом, вовлекая любые инженерные и, естественно, научные компетенции ВУЗа. Что касается направлений, которые для нас сейчас являются фокусом, ну, конечно, в первую очередь направления, связанные с разработкой новых месторождений. В первую очередь это месторождение ямальского кластера, куда компания развивается, а здесь направление работы в суровых климатических условиях, а это, значит, и новые направления металловедения, это направление удаленной эксплуатации месторождения, роботизация. Вот все эти направления мы активно сегодня обсуждали. Сотрудники компании «Газпромнефть» отметили высокий уровень предлагаемых решений и практический опыт команд в реализации комплексных научно-технических задач для крупных отраслевых игроков. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.